Уже лет 7 лет, я на территории СНГ в Казахстане, он в Штатах. Он старался, конечно, приезжать. У нас есть ребенок. Это ребенок в это время появился, да? После свадьбы, да. Классно. Видите, все успевают. И учиться, и детей. И знаете, так как мы вместе не жили, сейчас очень сложно. Ну, ничего страшного. Он же такой добрый, мягкий человек. Вы просто... Вам тяжело акклиматизироваться. У вас здесь... Вам тяжело здесь. Вы раздражительная здесь. Обижаетесь, ругаетесь, недовольная. Не привыкла еще к месту. Но потом привыкнете. Я очень надеюсь. Все привыкание идет потихоньку. Пройдет какое-то небольшое время. И вам будет легче, легче. Успокоитесь. Сейчас вы просто нервничаете много. Вы боитесь будущего, неопределенности. Но человек же хороший. Он хороший. У него очень много хороших качеств. Он зарабатывает. Ну, видите, как... Все нормально, значит. Единственное, что... Он, будучи один, очень сильно увлекся компьютерными играми. Ну, вы его будете отучать. Ну, стараемся. Свекровь помогает. Все, видите, как бы... Есть свекровь, есть вы. И такой вопрос, как бы... Не совсем получается вот воспитывать его дистанцированием, потому что дистанцированием мы привыкли оба. Это как-то не для него. Каким-то... Ну, вы его по-доброму так пилите. Душите по-доброму. Вот эти бальчика так. Только по-доброму, то есть? По-доброму так, да. Как-то подошла, так компьютер закрыла. И все. Ну, он очень сильно раздражается, когда его уменьшаешь. Ясно. Женщина, если она переваривает мужчину, если она может его переварить, то есть не раздражаться на ней, она всегда сильнее. Много раз. Если она говорит, говорит по-доброму, ему деваться просто некуда. Вот она говорит, говорит, он понимает, что она будет всегда говорить. И он как бы не может ничего сделать с этим. Женщина сильнее, но... Женщина тяжелее, потому что она чувствительная очень, она ранимая. Но если она привыкает к человеку, сможет справиться с собой, то она выигрывает. Но в этом мире нет, не бывает никаких, никогда без трудностей. Никогда ни одной семьи не бывает. И эта трудность, что он... Просто почему он играет в компьютерные игры? Потому что он встает на работе. Каждый мужчина, у женщин сложность главная, это чувствительность и лень. Две главные сложности. Женщины страдают от того, что им раздражает все, и от того, что им тяжело себя заставить, что-то делать. Вот эти две главные сложности у женщин. А у мужчины главные сложности, это неумение отдыхать, вредные привычки. И мужчину надо учить отдыхать. То есть самое лучшее начало отдыха, это всегда вода. Вот у него копится напряжение определенное, мы об этом будем говорить. И ему нужно просто снимать это напряжение, нужно плавание, нужна вода. И вот надо это приучать? У вас свой дом или квартира? Мы снимаем твои ванны. Дом или квартиру снимаем? Танхаус, да. Танхаус, там есть ванна? Да, конечно. Значит, надо в ванну наливать прохладной водичкой, его туда запихивать, или начинать с теплой. Можно вместе с компьютером. Вот, он будет лежать, снимать напряжение и параллельно играть в свою игру. Степенно вода пересилит, потому что когда он будет расслабляться, ему же компьютер не понадобится. Надо всегда все рассматривать не с позиции он плохой, а с позиции почему. Если посмотреть его психическое тело, то у него есть блоки определенные, которые заставляют вот так делать. Основные блоки волевые. Это длительное движение помогает. Но начинается всегда лечение человека с воды и неподвижного положения тела. Вода это самый простой способ снимать напряжение. Поэтому всех сначала в воду надо пихать. Вот, а потом дальше уже все остальное. Хорошо, спасибо большое. Если он начнет длительное движение совершать, он очень сильно, ему легче жить станет. Пока этого нет, пока вот не нахожу методов. Потому что мужчины, они очень напряжены и их трудно приучить расслабляться. Это всех мужчин касается. Если мужчина перенапрягается, в какой-то момент он уже не может обойтись без спиртного или курения. Вот если компьютер не играет, то другой вариант это сигареты. И кто это у нас? Ну, видите, это значит, что у него уже такое декомпенсированное напряжение. Я называю это динамическим напряжением или волевой фактор у человека страдает. Это бывает от концентрации внимания. Когда человек работает, наверное, программистом или еще что-то. Он водитель. Водитель, когда, видите, сильное напряжение, концентрация внимания, вибрации идут постоянно, ему нужно переключаться. Но водителю однозначно нужна теплая ванна. Да, мы сразу с самолета вот вчера прилетели, мы 5-4 часа летели и сразу баним. Там залезли в холодную воду сначала, потом в парную, потом опять в холодную воду. И так мы вибрации самолета сняли сразу. Мы сидели в бассейне 18 градусов 25 минут, чтобы снять вибрации самолет. Потом дальше парной лежали 35 минут, потом опять по 7. И все, и расслабливали, хорошо стало. Поэтому надо приучать в правильный здоровый образ жизни. У меня методичка есть, там описаны вот эти все вот виды действий, при каких видах напряжения, что надо делать, чтобы человек снимал напряжение. Чтобы напряжение у женщины вызывает чувствительность, у вас тоже и динамическое напряжение и статическое. Статическое напряжение дает ранимость, чувствительность. У вас очень сильно возросла чувствительность, вас все раздражает. Вам хочется всех порвать. Это ваши проблемы, это тоже вода. Тоже нужно в бане лежать просто. Надо почитать методичку, и там все написано. Ну, как бы есть определенные слои психические, и их поражение вызывают блоки перегрузки, они сначала психические расстройства дают, потом здоровье страдает. У вас на втором слое блок эстетический и динамический это эмоции, эмоциональная неустойчивость. Это дает поражение слизистых оболочек, также кожи, могут быть простуды, аллергии, непереносимость пищи, воспалительные процессы в желудке, кишечнике, женский. Все это эмоциональная неустойчивость, она лечится, надо неподвижное положение тела делать, статические упражнения по методичке. Один слой, если стоишь, очищается 13 минут, 2-26 минут. То есть минимум 26 минут стоять и длительное движение делать. 48 минут ходьбы один слой очищается. Два слоя 48 на 2 час 40. Хорошо, я поняла, спасибо большое. И вот так я сейчас тоже буду давать вместе. Алик Геннадьевич, у меня два вопроса. Один вопрос я выношу очень много лет, потому что я очень много лет с вами хотела встретиться. В Америке я живу уже больше 20 лет. Вы слушаете лекции мои 8 лет, да? Да. Очень много лет, это 6 лет назад вопрос появился, да? Да. Хорошо, спрашивайте. У меня первый муж, объелся груш? Мы были в отношениях больше 15 лет, и к сожалению, он получил рак поджелудочный жилковый срезы и очень быстро ушел из жизни. И я с ним была до последних дней в конце его жизни, и после этого момента у меня очень сильно изменилась жизнь. Когда это был 5 лет назад? В 2014 году в декабре. И тогда я познакомилась с вашими лекциями. И после знакомства с вашими лекциями я практически делала все, что вы говорили. да, и я вашу лекцию начала слушать именно тогда, и вот у меня созрел вопрос, где душа у него в первом моменте. Я очень много за него молилась, очень много, и в какой-то момент отпустилась. Но он сначала пошел вниз, видно, неправильно образ жизни вел. Сначала пошел вниз, вы его вымолили, через два года он, два с половиной он начал подниматься. И сейчас где-то не на нашей планете, но на средних планетах в такие же примерные условия, как на Земле он родился. пять с половиной лет назад. Сейчас уже вот живет. Где-то наверное пять с половиной лет назад вам стало спокойнее за него. Он родился в это время. Я полтора года прошло с тех пор, как он наставил это тело, и я встретила другого человека, который настоящий муж. У нас все очень быстро пошло. И в течение года я вышла замуж и родила двое. У меня сейчас двое мальчиков 6 лет. Даже 24 и мой второй вопрос. Мне лично очень сложно их мальчики еще вдвоем одинаковых мальчиков. Что-то их внимание сосредоточить на том, что я их прошу. У меня это очень много психических сил затрачивают. А вы можете так пуп? На них не помогает. Знаете, как надо делать? Надо их отдать в какую-то спортивную секцию, им нужно много движений. У вас у всех в семье копится динамическое напряжение, то есть у вас суета немножко, суетливая семья. Вам надо, им движение нужно. Если они будут много бегать, ходить, то они будут убирать это напряжение, им легче будет становиться. Просто я чувствую я и физически, и мыслим просто все отдаю, и я очень устаю. Они в суете находятся. Они в суете находятся. надо убрать суету. Надо с ними гулять. Выходить на улицу и идти, 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 чтобы они вырабатывали энергию. И все, они будут успокаиваться, им легче будет. Гиподинамия будет косить, они будут вот так. Нужно движение. Это признак, почему они так себя ведут. Нужно движение. Вот собачка, если на улицу не пускает, она тоже метаться, гавкать начинает. У кого собачка? Да? Согласна? Начинает. Раз ее на улицу вывел, она раз успокаивает. Все нормально. Так и дети тоже. Разницы нет. Хорошо, спасибо. Нужно движение детям. Организовать надо жизнь по-другому. Вам тоже не хватает движения. Да. У вас волевые функции страдают. Вы утром просыпаетесь, не можете встать с постели. вечером не можете лечь. Это болевой сон поверхностный. Болевые функции страдают, нужно длительное движение. Ходьба. Ходьба, да. Методичку почитаете. Игорек может дать. Всем организаторам организаторы всем разошлют. И все читают методичку и выполняют рекомендации по здоровому образу жизни. Чтобы нормально жить, надо пополняться энергией. А человеку не хватает энергии, у него страдают и отношения, психические функции, физические функции. Вы садитесь. Я хотела вас прежде всего подарить очень сильно за то, что вы вообще все это делаете, потому что я благодаря вам вообще обрела всю эту комьюнити, обрела новую жизнь, благодаря тому, что стала слушать ваша лекция еще в вперед тогда. Вопрос от рук. Я сначала хотела спросить, подходит ли мне золото, но потом подумала, слишком мелкий вопрос. На этой руке этот браслет подходит, а этот нет. Он вас перегружает. то есть всегда одна рука нагружает, то есть одна рука может подходить, другая нет. Не так, чтобы две сразу подходили. Так не бывает. вот снимите сейчас справа браслет. Ой, я трясусь, а я тоже с дочкой волнуюсь, у меня прямо напряжение еще сильнее. Не могу сейчас снять. Я лучше потом, я лучше задам другой вопрос. Да, давай. У меня есть, я не думала, что он так быстро вскочил сам. У меня дочка сейчас находится в Латвии со своей семьей. Там муж и два детей. Нормально у них все? Да, у них все нормально. Они сейчас полностью изменили свой образ жизни, потому что он решил сбросить эту работу, которая мне нравилась. И они сейчас начали новое вение. Во-первых, первый вопрос как бы год назад это произошло? Нет, может быть, год назад он начал думать об этом. но сейчас это физически произошло и у них больше стресса из-за этого. Но я просто хотела понять им это вообще стоит продолжать делать? Что именно это? Он был компьютерщиком. Он был компьютерщиком. А сейчас он стал блогером. Блогером? Блогером. они оба сейчас блогерят. И они делают эти видео смешные такие что развивать эту тему. Я не знаю насколько их долго хватит. Но тему он развивает. А деньги жили мой сын и дочка все вместе может быть ты не лучше сюда ты не хотела думать? Нет. У них очень тяжелая судьба здесь будет жесть. Там у них прекрасная судьба они экспериментируют он надоело работать отдохнул бобыл блогером потом дальше опять работать но как бы нормально у них хорошая жизнь деньги есть как можно поэкспериментировать он отдыхает сейчас он переработал в любой момент может это надо здоровый образ жизни делать надо правильно жить это дядь дисбаланс идет человек работал работал резко бросил я не вижу чтобы у него через эту деятельность которую он сейчас совершает были деньги но у него прекрасная специальность просто надо сбалансировать жизнь и если он сбалансирует то он сможет работать дальше как он работал и вот у вашей дочери больше это получается он как бы решил что если у нее получается значит и у него будет получать но он ей помогает но это не значит что будет больше денег как вот сколько есть только есть чуть будет больше может чуть-чуть но не сильно им не будет хватать здесь хорошо мне туда ваше ваше волнение всегда правильно когда человек плануется всегда правильно но не все люди могут оценить последствия этого сложности которые возникли последствия минимальные потому что у них сейчас есть запас денег они проводят просто отдыхают дать понять человек не может только пахать постоянно будет срыв но значит нужно сбалансированная жизнь в этом проблема люди или упахиваются или потом непонятно чем занимаются он надо нужен баланс какой-то он сейчас подумает подумает он себя ищет найдет что-то поспокойнее баланс средняя какая-то арифметическая будет вы сейчас меньше волнуйтесь больше молитесь за них как-то помогайте им душевно панику не разводите но ваше мышление правильно вы правильно думаете что это его не приведет к успеху эта деятельность иногда это кому-то подходит но ему нет вашей дочери да но она в принципе не парится там и как бы она нормально живет и будет жить ему надо разобраться что делать ему нужен баланс он он сильно погружается в деятельность устаёт там это общая тенденция главная проблема сейчас современной жизни большинства людей это дисбаланс люди не понимают как снимать напряжение из-за этого потом очень сильные проблемы начинаются есть три слоя жизни есть психофизический слой есть социальный слой есть душа духовный слой психофизический слой это фундамент жизни если человек энергию энергия получается из солнца воздуха и воды чтобы энергии получать надо аскезы совершать ну допустим если постится то с энергии солнца поступает в организм если пост засасывает энергию солнца если у человека депрессия нехватка настроения то он постом может засосать солнце или просто гулять на солнце если у человека волевые функции страдают ему нужно длительное движение не может стать в постели не может лечь суета напряжение снижение концентрации внимания чувство препятствий непреодолимых это побеждается длительное движение если у человека раздражительность и это энергия ветра он энергии воздуха или праны в себя засасывать движение и когда человек не двигается или в воде находится то он энергию воды в себя берет энергии воды успокаивает человек приводит к внутреннему спокойствию балансу это психофизический слой жизни есть социальный слой жизни на социальном слой жизни нужна доброта человеку нужно нужно всегда себя заставлять хорошо относиться к людям нужно знать что все виды деятельности которые существуют они имеют расход определенной энергии например когда человек торгует он расходует энергию бескорыстие увеличивается жадность от торговли уменьшается бескорыстие нужно раздавать пищу помогать людям увеличивать бескорыстие и торговли тогда будет успешно когда человек руководит кем-то он уменьшает заботливость или уменьшает доброе отношение к людям увеличивается властность ему нужно учиться индивидуально общаться с людьми помогать им личная помощь людям его бескорыстие в этом заключается если человек копит популярность дает знание людям то у него увеличивается гордость и нужно стараться быть скромнее отношениях с людьми ну то есть любая социальная деятельность она предусматривает какую-то бескорыстную деятельность направлен на преодоление перегрузки бывает что перегрузка означает данном случае накопление какой-то силы неправильно вот но бывают такие случаи когда человек природно не имеет силы чтобы совершить какое-то действие например выйти замуж силы выйти замуж является любовь к людям заботливость по отношению к ним женщина не мечтательница а больше любит помогает допустим убираться готовить заботиться о родственниках всем радуется жизни радуется людям то и легко выйти замуж потому что она красивая красивая означает влияет обид влияния красота означает доброе отношение к людям и влияние на такая девушка видно видно и становится парень для того чтобы жениться ему нужно ответственность вырабатывать на вырабатывается трудом в основном на благо других если человек трудится на свое благо то у него развивается замкнутость такое состояние в котором он отгорожен от всех такой человек не берет за женщину ответственность он живет для себя в основном надо учиться для других работать чтобы этим наполняться бескорыстием в труде когда вырабатывается ответственность и возможность жениться таких парней сразу видно они заметны для девушек им нравятся такие парни они вызывают чувство уверенности завтрашнем дне спокойствие приятное ощущение для женщин и так далее то есть любая социальная активность предусматривает силу какую-то нужно силы для этой силы нужно действие определенные действия совершать которые отличаются от того что ты делаешь жизнь называется работа над собой когда у человека в жизни есть тяжелые периоды непреодолимые препятствия жизни вот как вот раз два три-четыре вот на четвертом году от меня вот белом дабы и вы тоже сзади тоже белым да вот у вас обоих идет тяжелый период сейчас жизни вам надо молитва нужна духовная практика для того чтобы победить судьбу непреодолимое влияние у вас уже заканчивается тон четвертом ряду а вас только начинается на пятом потихоньку год назад начался вот а вот перед вами женщина уже заканчивается дал долго идет тяжелый период и только молитва такие вещи побеждает память о боге память о святости у нас есть возможность еще что-то открыть какие-то двери там что никогда вентиляции не справляется помещение нужно если двери открывать сразу идет воздух если сквозняк сделать сразу есть чем дышать тут же становится помещение я сколько в помещении 30 лет лет сочетаю когда помещение сама не дает возможности воздух загонять видите сразу пошел воздух перечисло без воздуха мозги не шевелится воздух это право начать дышит воздухом то начинает движение мыслей воздуха нет мысли останавливается олегина отчета говорит он такой хороший что-то ничего не понятно это означает что воздуха нет поэтому есть три слоя жизни и в каком именно у вас пробел можно разобраться мы сегодня будем об этом говорить что психофизический слой когда страдает у человека портится базовые какие-то вещи настроение чувствительность работоспособность концентрация внимания страдает сон все это нехватка энергии когда не хватает энергии у человека страдают кита основные возможности жить когда социальные энергии страдают то человеку не хватает знания для этого нужны тренинги всякие психологи которые будут вам давать знания как настроиться правильно какие-то неправильные концепции нехватка деятельности определенной направлено в набрали на благо других когда духовная сила страдает нужно вера нужно молитва и надо разобраться научиться знать продиагностировать себя где у меня нехватка если человек разбирается у него сразу ему легче жить стану ну вот вы девушка белым да все кто поднимает руку того и спрашивают я мысли не читаю когда они просят олеги надеюсь большое спасибо за ваши лекции за знание которые вы нам даете у меня действительно сложный период жизни сдаю экзамены в семейной жизни сейчас с мужем живем раздельно молюсь выполняю все что вы говорите скажите пожалуйста какие шансы сдать этот экзамен успешно что у вас произошло с мужем сейчас живем раздельно мужа зовут александр приехала моя свекровь хочет жить с нами вместе надо любить свою кровь чтобы не пила сильно кровь а я надо создавать проблем ну уж убила сына начала защищать да да и он поддержал маму у меня вот как-то совсем вы одна остались да с двумя детьми так бывает когда родственники вмешиваются они должны нейтралитет держать нейтралитет сложно держать потому что своя рубашка ближе к телу поэтому создается дисбаланс сразу в отношениях родственники видят несправедливость близкого человека а несправедливость своего детятечки не видят создается дисбаланс мои хорошие ничего не надо у нас двери открыты нам хватает скажите не надо никакие вентиляции не надо вентиляции не нужно вот двери открыты достаточно любые кондиционеры они приводят к проблемам они начинают напрягать мозги и там нам не нужно а некоторым людям кондиционеры вызывают чувствительность у некоторых высокая кондиционер других ниже но они вредят всем но одним больше другим меньше они напрягают психику человека напрягают нарушается сон суставы становятся больными позвоночник ломит может замкнуть позвоночник от кондиционера просто окно открытое гораздо лучше еще лучше если движется воздух движение но когда сильно жарко тогда невыносим и тогда придется уже включать потому что иначе жара будет тоже перегружать поэтому но жара не перегружает людей которые знают как с ней обращаться жара нейтрализуется водой если человек каждый день в воде лежит то он никогда не перегреется ли это простая вещь когда на солнце ярко солнце в Индии все животные в воде сидят какое-то время потом гуляют нормально солнце нейтрализуется водой причем не просто идет адаптация допустим если ты живешь в очень жарком климате и каждый день стоишь в воде то через какое-то время тебя солнце уже перестает перегружать потому что то вода приводит потому что ты адаптируешься к местному солнцу так то есть итак мне нужна конкретика что произошло до приезда свекрови только убивал да нет никто никого не убивал все в принципе было нормально у меня было двое детей дочка совсем маленькая годовалый ребенок поэтому я хотела какое-то время побыть с дочкой и потом уже выйти на работу вот если кровь приехала сказала что на работу нужно выходить прямо сейчас а дочкой она будет заниматься сама обидно конечно я не против свекрови и даже согласилась я знаю в чем сложность пока не слышу ни одно слово при сложно я настояла своем я осталась с точкой кровь и ехала обратно казахстан а сложно с чем в том что мы сможем разъехались муж меня не понимает настаивает на том чтобы мама была с нами мама важный человек его жизни я вам согласна у меня тоже есть моя какая-то позиция я бы хотела теперь ясно а то так бы сразу сказали нужно четко конкретика иначе непонятно ничего смотреть что в данном случае надо понять его вы пошли на принцип и принцип может ваш победить если привязанность вашего мужа сильнее привязанности к маме и вот это надо смотреть ну к вам имеется ввиду сильнее чем к вами привязанность вашего мужа к маме сильнее чем к вам это значит что он сейчас его разрывают он метается между вами если вы дальше будете жить отдельно он начинает начнет звереть там уже через месяц начнет происходить потом он на вас сильно разозлится если он сильно разозлится на вас к нему вернуться никогда не сможете не такой характер он долго терпит потом он рубит навсегда вернуться назад маму привести и уметь отдыхать уходите из дома иногда отдыхать восстанавливаться вы устаете от атмосферы когда мама в доме устают сильно есть два кошмара или первый кошмар она остается одна второй кошмар она живет с мужем и с мамой два кошмара всего из этих двух кошмаров надо выбрать для нее лучший так как вы не видите ее судьбы поэтому вы думаете что я выбрал худший кошмар а я выбрал лучший кошмар потому что если она остается одна она выйдет замуж через шесть лет и она одна будет жить а ей одно и очень тяжело почему она признано не пили безостановочно вы же не знаете ситуацию она у нее мама она принципиально добрая не добрый характер она просто при на принцип пошла и все но она не пилит мягкий канал характер спокойно как на у нее есть принципы принципы да не есть принципы если уж говорить кто кого пилит то это вы их обоих пилите то есть мама не принципы есть у вашего мужа он терпеливый человек достаточно спокойный тоже принципы у него есть определенным вы очень властны у вас ну как бы вы считаете что у вас есть такое свойство вы считаете что если вот так как вы считаете это единственно правильное решение но его как взгляды вы не усваиваете не видеть это саму по себе вот эта властность она вас приводит к одиночеству вам надо быть мудрее научиться уважать интересы других людей вокруг вот это плохая судьба по этой властности у вас идет от родителей увидели как родители на принципе разрушили отношения вас это перед глазами стоит сейчас вы делать то же самое и вам надо понять что можно к вами привыкнуть можно маме можно привыкнуть договориться со всеми вам не хватает личного пространства у вас квартира большая там нет у вас есть место да свое вам ездил единиц вам не хватает личного пространства устаете от большого количества людей это статическое напряжение она убирается неподвижным положением тела и блок находится на глубоко очень на пятом психическом слое это означает 65 минут неподвижным положением тела надо или если вода 28 градусов 70 минут от лежать раз в четыре дня хотя бы снимать статическое напряжение на статическое напряжение когда купится она увеличивает чувствительность человека непереносимость обстановки у женщины вот у вас частности это происходит это просто напряжение его надо убирать вы видите как ваш муж постоянно с вами общается просит вас вернуться постоянно как бы он но он так делал правильно так всегда я возвращала я слушала ваши лекции шла но он хотел чтобы вы вернулись а сейчас он остывает потихоньку уже злится еще две-три недели промедлите и дальше вернуться будет очень сложно он потом будет долго прощать вот такой он медленно копит потом долго отходит вам если хотите семью вам не надо дальше тянуть резину мы все собрались или нет организаторы как скажет все до 3 еще сколько человек всего да но это немного вам понравился нам сейчас все руки поднимаем хорошо я очень рад мы с вами обязательно еще будем общаться у нас с вами тема судьба и чувство собственного достоинства как стать гармоничной и влиятельной личностью я сегодняшнюю тему посвящу не чувство собственного достоинства большей степени а именно гармоничной личности мы с вами будем кратце такими алгоритмами разбирать трудности человека и сразу четко я буду говорить что делать в основном будем говорить об аскезах о том как поправить здоровье и психику а как это все делать подробности вы узнаете методички методичка больше ста страниц там сначала идет теория почему так потом дальше разработана для всех одинаковая методология как очищать свой организм как очищать психику я только вам расскажу вкратце причины негармоничной жизни допустим маленький ребенок в детстве он живет гармоничной жизни почему потому что он действует на платформе счастье если он как бы так действует это этому помогает природа вот раньше дети росли на природе то есть они бегали на солнышке купались в воде и когда они вот в такой вот гармоничной атмосфере росли то они чувствовали когда им отдыхать когда что-то делать но сейчас дети растут замкнутом пространстве находится в компьютере компьютер не дает энергию и комната тоже не дает энергию энергию дает только природа вот здесь вот нет энергии которая бы давала силы жить здесь нет в этом помещении а на природе есть ребенку нужна энергия для роста для развития поэтому даже дети уже становится негармоничными их развиваются блоки различные если статическое напряжение дети начинают становиться раздражительными ранимыми очень чувствительными то статическое напряжение нехватка энергии воды природной воды на энергии воды если вода из энергии воды например люди которые живут на море они имеют больше возможности питаться энергии воды вот вам не хватает энергии воды вы чувствуете надо к воде к воде вот если дети имеют волевую проблемы они им тяжело заставить что-то делать или они суетятся или тяжело сосредоточиться не хватает энергии воздуха наш нужно длительное движение когда не хватает энергии воды тут нужна вода в одну даже в ванне сидеть можно или неподвижное положение тела засасывает энергию воды психически это происходит когда человек нуждается в энергии солнца то у него портится настроение силы сил становится меньше психических он становится депрессивным негативное настроение негативные мысли все плохо кризис война правители денег сделали искусственный вирус и нас всех погубит за читирует там такое как бы человека начинается вот это вот это нехватка энергии солнца она постом убирается человек постится засасывать энергии солнце в себя или на солнышке быть допустим калифорнии в этой да в калифорнии люди вот я приехала такие там солнце не больше жизнерадостный вас меньше солнца уже не хватает такие больше вот таких а когда приехал в исландию через исландию летел в америку то там вообще люди горячие исландские парни такие вас городе спа есть есть медленная реакция нужно солнце чтобы быть быстрее реакции грузии там много солнца понимаете поэтому там очень быстро реакции то есть везде люди разные и допустим хватает солнца нужно от людей солнце брать мужчинам легче от женщин солнце брать женщин солнце это энергии радости радоваться надо людям если живешь чикаго не хватает энергии солнца нужна радость радоваться люди жизнерадостность это сила которая меняет жизнь к лучшему оптимизм вырабатываемisu он сначала внутри вырабатывается потом влиять на люди люди они тоже становится радостными все беру тебя на работу то есть это энергии радости жизнерадостность передается человек любит людей это тоже вырабатывать энергию радость ее радость пути стри типа энергии человек состоит из трех типов энергии у души у души есть три типа энергии всего не есть сознание вот сознание это его ее энергия души душа это я вот здесь находится душа она размерами с атом каждый человек в одном месте душа никуда не движется она окружена таким психическим шариком там находится судьба и настроение наше настроение пятки не идет она находится только здесь вот в этом пространстве мы его чувствуем здесь у меня здесь что-то все сжалось там это судьба сжалось когда судьба тяжелый тут как камень напряжение внутри и там находится вот эти вот три энергии движутся в этом пространстве мы говорим сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо на свете жить сердце как хорошо что ты такое что ты умеешь так любить ну то есть там энергия любви находится первая энергия вторая энергия знания что сказать ну что сказать устроены так люди желают знать желают знать что будет вот знание энергии энергия вечности нужно вечности хотят жить три силы у нас движется внутри энергии три энергии они душа распространяют эти три энергии вернее она впитывает их себя и отдает с психике и телу она и впитывает у нас есть три психические структуры такие очень мощные 1 называется сушу на канал психически начинаются от макушки заканчивать скобчиком такой психический канал он впитывает себя энергию желание жить или это по-другому называется энергии праны когда человек отдыхает воздух легкими то на психическом плане он тоже вдыхает прану йогин учится прану вдыхать без воздуха они могут без воздуха даже жить но что если прана входит в тело то она может заменять в какой-то степени воздух также как солнце заменять пищу есть люди которые без пищи живут и они на что не намекают но просто я вам говорю об этом так можно вот есть энергия воды на психическом плане энергия солнца дает оптимизм человеку энергия воздуха дает волю силу воли энергии воды дает спокойствие три энергии вот и если говорить на физическом плане то эти энергии тоже очень востребованы энергия солнца дает усваиваемость пищи вся пища усваивается если у человека не имеет не хватает энергии солнца именно может быть солнца много но она не усваивается тоннель и можно хоть обожраться железом но все равно не менее пройдет потому что чтобы она прошла нужно чтобы это железо всасывалось а для этого нужна энергия солнца или оптимизм если счет пессимизме живет то у него может быть анемия или еще нехватка каких-то других веществ его это оптимизма когда не хватает энергии праны то страдает движение в организме движение крови движение нервной системы до кровообращение страдает или повышенное давление или пониженное тяжесть голове головокружение концентрации внимание не хватает это нехватка энергии воздуха в теле это выражается в скованности человек становится напряженным скованным боли возникают нехватки энергии воздуха на психическом плане волевой фактор страдает нет сил жить нет сил себя заставить не не могу сосредоточиться работоспособность страдает знать что надо делать длительное движение всасывать энергию воздуха себя идти с хорошим настроение найти концентрация внимания увеличит скованность теле проходят боли спазмы глава болит это нужно длительное движение когда человек может в радости двигаться в радостном состоянии движения совершать то он таким образом преодолевает скованность теле болевые функции у него улучшаются проходит боли в теле и когда боли его становится сильнее то он может преодолеть даже плохие влияние других людей если против него более направленного может силой воли своей победить это уже более сильное такое влияние